Я, Ян, ночью, когда мы смотрим на небо, мы видим полосу из белых пятнышек. Каждое такое пятно – это звезда внутри нашей галактики. Смотря на них, древние греки сравнивали их с пролившимся молоком и даже придумали им название – Галаксиас, то есть молочный, млечный путь. Особенно круто он виден осенними ночами, то есть прямо сейчас, в сентябре, когда он в зените, над головой. Но то, что мы видим на небе – это жалкая часть того, что на самом деле нас окружает. Вот что нас окружает. От всего этого мы видим меньше 0,01%. Во многом, потому что находимся в южной части галактики. Где-то здесь, и, кстати, где-то здесь будет Витфест 24 и 25 сентября, совсем скоро, где я намерен с вами увидеться. Приезжайте, здесь спокойно и весело, ведь это галактический спальный район. Для нас, млечный путь, это всегда останется всего лишь полоской. В 4548 звезд, то есть в 9096 звезд. А если брать оба полушария, когда их реальное количество превышает 100 миллиардов. Помимо звезд на нашем небе, недалеко от созвездия Андромеды, можно наблюдать странный размытый объект. Вот он. Это не звезда и не туманность внутри нашей галактики. Это абсолютно другая галактика. Самая близкая к нам по соседству галактика Андромеды. И она не прилетает мимо нас, нет, она летит прямо на нас со скоростью 300 километров в секунду. Это в 300 раз быстрее пули. Сейчас мы видим ее с расстояния 2,5 миллиона световых годах. Через 2 миллиарда лет люди увидят это. А через 3,75 миллиарда лет галактика Андромеды будет настолько близко, что вы сможете сесть и нарисовать ее маслом. После этого галактики наконец столкнутся и начнется настоящее представление. Но что люди почувствуют здесь, на Земле? Неужели это будет выглядеть так же красиво и одновременно отчаянно безнадежно, как в игре Universe Sandbox 2? Если взять во внимание, что галактики это на самом деле огромные, пустые пространства, то шанс выжить, конечно же, есть. Андромеды больше Млечного Пути и с гораздо большим количеством объектов внутри, но все эти объекты находятся крайне далеко друг от друга. На примере наших планет расстояние от Земли до Марса будет вот такое. Да, они исчезли. Даже если бы Земля и Марс были бы двумя пикселями на этом экране, мне понадобилось бы 14 экранов, чтобы показать расстояние между ними. В такое сложно врезаться даже специально. Объекты вроде звезд, типа нашего Солнца, находятся еще дальше. Ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра от нас в 4,5 световых годах, что в 277 тысяч раз больше расстояния от Земли до Солнца. Это не совсем поблизости. Для сравнения, если бы Солнце было с 5-рублевую монету, то Прокси Центавра находилась бы в 718 километрах от нее. Это очень многое. То есть Солнце в Москве, а Прокси Центавра в Саранске, даже дальше Саранск. Я до Саранска еду целую ночь на поезде. Вероятность увидеть межгалактический фейерверк есть, но крайне мала. Что не скажешь о вероятности попасть в зону галактики, где рождаются новые звезды, туманности или даже новые планеты. Эти области огромны, протяжением в сотни световых лет. Внутри них мы столкнемся с сильным уровнем радиации. Хоть солнечный ветер и попытается рассчитать нам путь, но его не хватит, чтобы уберечь нас от пролетающего мимо Квазара. Если рядом с нашей Солнечной системой пролетит Квазар, то есть галактическое ядро со сверхмассивной черной дырой, излучающую энергию эквивалента 3 миллионам Солнц, то все живое на нашей планете просто поджарится, как и сама планета, и океаны, и даже горы. Эта цифровая симуляция столкновений в ускоренном виде на самом деле длится 3 миллиарда лет, пока галактические ядра этих галактик не сольются воедино и образуют черную дыру Квазар. Если нам повезет, и Земля останется нетронутой, то вид из Североуральска будет такой. Немного светлее, конечно, чем раньше, но, возможно, именно этого Североуральску и не хватает. Мы привыкнем, ведь для нас-то будет второе столкновение, а для Млечного Пути уже четвертое. Пока Андромеда летит на нас, мы летим на Карликовую Галактику в Стрельце. Когда-то она была больше, но за два столкновения с Млечным Путем большая часть ее объектов осталась с нами. Первое столкновение произошло 2 миллиарда лет назад, второе 900 миллионов лет, и следующее будет через 100 миллионов лет. Правда, это будет последнее столкновение для Карликовой Галактики в Стрельце. Но закончится ли все для нас? Может быть, да. То есть наша Солнечная система находится в южном окраине Галактики. И при столкновении с Карликовой, а потом и с Андромедой, у нас все-таки есть шанс выжить. Он достаточно радикальный, и кому-то может не понравиться. Но, как бы там ни было, при столкновении нашу Солнечную систему может выкинуть из нашей же Галактики. Конечно, будет жалко расставаться, но людям будет не до этого. То есть мы даже и не заметим, как оторвались от дома. Мы кружимся вокруг Солнца. Это наш главный гравитационный водитель. Если он повернет в сторону, то траектория Земли никак не изменится. Крайне маловероятно, что изменятся даже орбиты планет. Каждый день мы будем удаляться от своего хозяина в неизвестность, не имея никаких шансов повернуть назад, смотря вслед новой звездной империи когда-то трех бывших галактик, которые сольются в одну большую космическую семью с новым именем Малекомеда. Огромное спасибо, что посмотрели этот выпуск. И я хочу спросить у вас, ребят, делать ли мне целый цикл таких выпусков, целую серию, возможно, целый месяц про космос? Если да, то давайте соберем 80 тысяч лайков на этом выпуске, и я обязательно сделаю целую серию выпусков про космос в ближайшее время. Кстати, над этим выпуском я работал не один. Мне помогали ребята с канала Сайван с научной точки зрения, объясняя мне разные штуки. Вообще, ребята хорошие, делают годные научно-популярные видео. Зайдите к ним на канал, я бы рекомендовал посмотреть парочку и, возможно, даже подписаться. Хорошие ребята, ссылка в описании. И да, место встречи – Витфест. 24 и 25 сентября. Не забудьте. Москва. Витфест. Совсем скоро, уже на этой неделе. Расскажи об этом своим друзьям и прокачивай свои мозги. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok